Во Дворце культуры Арктика состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников прокуратуры РФ, которое ежегодно отмечается в России 12 января, начиная с 1996 года в соответствии с указом президента. Отстаивать принципы законности и правопорядка в государстве – основная задача прокуратуры, созданная еще в 1722 году Петром Первым. В зале торжественных мероприятий 13 января подвести итоги за прошедший год и отметить заслуги в надзорной деятельности собрались работники прокуратуры Ненецкого округа, ветераны, руководители органов государственной власти округа и территориальных органов Российской Федерации в регионе. С приветственным словом в своем видеообращении к присутствующим обратился генеральный прокурор России Юрий Чайко. Прокурор Ненецкого округа Николай Егоров в своем выступлении поздравил коллег с профессиональным праздником и выделил основные направления деятельности прокуратуры в 2019 году. В прошедшем году традиционно важнейшими направлениями нашей надзорной деятельности оставались вопросы координации правоохранительных органов по борьбе с преступностью, защита прав и свобод граждан, интересов инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей, оставшихся без подключения родителей. Более зрения прокуроров находились вопросы законности при расходовании бюджетных средств, осуществления закупок, развития предпринимательства. Прокуратура Ненецкого округа активно участвует в правотворческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Ежегодно в рамках реализации права законодательной инициативы разрабатываются проекты окружных законов, направленных на устранение пробелов и совершенствование правового регулирования. Инициируется принятие органов государственной власти региона правовых актов, необходимых для реализации федерального законодательства. Поздравили сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником главный федеральный инспектор в Ненецком округе Кирилл Шимко, вице-спикер собрания депутатов Ненецкого округа Максим Арбузов, другие официальные лица. Глава региона Александр Цибульский в своем выступлении отметил эффективность деятельности прокуратуры Ненецкого округа. От эффективности вашей работы во многом зависит вера людей в законы и справедливости. От того, мы все понимаем, какая ответственность ежедневно лежит на ваших плечах. Закон – это правило, по которому живет государство, живут его граждане, развивается экономика, социальная сфера, растет благосостояние людей. И, конечно, высокая миссия по контролю за исполнением законодательства, возложенной на прокуратуру, требует от вас особых качеств. В первую очередь, это честность и беспристрастность. Я глубоко убежден, что все эти качества присущи каждому из работников прокуратуры Ненецкого округа. У нас в округе сформировалась, мне кажется, действительно очень сильная и слаженная команда прокурорского корпуса, которая способна решать самые сложные и ответственные задачи. И органы государственной власти Ненецкого автономного округа чувствуют реальную поддержку в вопросах развития региона со стороны вашего ветерства. На торжественном мероприятии за вклад, внесенный в защиту прав и свобод граждан, укрепление законности в регионе благодарственными письмами губернатора Ненецкого округа были удостоены начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Петр Лудников и старший помощник прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Бенчуров. В день празднования 298-й годовщины российской прокуратуры прокурор Ненецкого округа Николай Егоров вручил коллегам ведомственные награды. Приказом генерального прокурора России нагрудным знаком почетный работник прокуратуры Российской Федерации был удостоен заместитель прокурора округа старший советник юстиции Александр Панов. Знаком отличия за верность закону третьей степени награжден прокурор отдела по рассмотрению уголовных дел советник юстиции Евгений Болевич. Пят сотрудников прокуратуры были отмечены грамотными и благодарственными письмами генерального прокурора России. Алина Ваучейская, Ольга Малыгина, Владислав Носкин, Телеканал Север.